Добрый вечер, дорогие друзья! Я рада, что вы выдержали такой длинный, насыщенный день и дождались нашей лекции. О чем мы сегодня будем говорить? Для начала, кто я? Я руководитель клуба любителей динозавров. Это у нас такой палеонтологический кружок, который объединяет ребят дошкольного и школьного возраста. И в рамках детских дней в музее города нас пригласили, чтобы мы рассказали о том, что мы знаем, о том, какого цвета были динозавры. И откуда именно мы это знаем? Вы, наверное, уже обратили внимание на то, что динозавры на этом изображении очень пестрые, очень яркие. Это одна из крайностей. На другой крайности динозавры выглядят серо и невзрачно. Ребята у нас называют это крокодиловый цвет. То есть, когда они какие-то среднекоричневенькие, среднесеренькие, среднезелененькие. Сейчас мы разберемся, что же на самом деле было и насколько это правда. Мы должны сегодня выяснить, какого цвета были доисторические животные или как каракатицы помогли раскрасить динозавров. Для начала нужно понять, для чего животным вообще нужна раскраска. Да, есть варианты? Чтобы скрываться от хищников и, если ты сам хищник, чтобы тебя не заметила добыча. Точно. Или чтобы тебя не съели, или чтобы самому не остаться без обеда. Еще для чего нужна окраска? Для привлекания самцов. Или самцов, да? Для того, чтобы подавать сигналы своим. Если ты самец и хочешь произвести впечатление на самок, нужно как-то себя предъявить. А если ты самец и вокруг тебя есть другие самцы, то им как бы нужно намекнуть, что... Ребята, поищите свое участие где-нибудь в другом месте. Например, так. Да. Еще какая версия? Ну, чтобы приманить там, например, какие-то там... Я уже проверила. Да. Подходят. Да, это очень интересная версия. Когда ты не скрываешься от добычи, а когда ты сам собой на свои какие-то части тела приманиваешь добычу. Да, это отличный вариант. Иногда очень плестрая окраска помогает пузу, может быть, птичьми. Все совершенно правильно. Или сказать, что ты есть. Или что есть, меня не нужно. Давайте мы рассмотрим несколько примеров из современной природы. Перед вами фотография жабы. Но когда смотришь на эту картинку, эту жабу не сразу ты и заметишь, да? Это у нас пример, который был приведен самым первым. Это так называемая покровительственная краска. Чтобы кому-то не попасть на обед, нужно как следует замаскироваться, слиться с субстратом. А здесь мы видим окраску, которая называется противотень. Она характерна для животных, которые живут в воде. Она встречается у рыб, она встречается у морских млекопитающих. Это когда у вас пузико светленькое, а спинка тёмненькое. Потому что когда вы смотрите на воду сверху, вода кажется тёмной. Когда вы смотрите снизу, из глубины на свет, у вас там солнышко. И если у вас пузико светлое, тогда вас не будет видно. Один из примеров почти все рыбы окрашены у нас вот таким образом. Здесь у нас пример расчленяющей окраски. Она бывает и у тех, кто охотится, и у тех, на кого охотится. Здесь у нас зебры. Вот казалось бы, такую лошадь должно быть очень хорошо видно. Но всё дело в том, что зебры всегда живут группами, иногда очень большими стадами. И когда зебры стоят коллективом, стадом, пестрота такая от этих полосок, что непонятно, где заканчивается одна зебра и где начинается другая. Хищники ведь не кидаются куда попало, они целят в особо определенные места. Например, пытаются охватить за шею или за ногу, в отличие от хищника. А тут непонятно, где шея, а где нога. Поэтому зебры используют именно такой вариант окраски. Бывает окраска предостерегающая. Она обычно бывает у животных, которые имеют какую-то защиту. Либо яд, либо, например, какой-то крайне неприятный запах. Здесь у нас скунс, который всем своим видом предупреждает. Запомните, как я выгляжу. И никогда меня не трогайте. Потому что будет не очень хорошо. И поскольку на них охотятся животные достаточно интеллектуальные, либо крупные птицы, либо другие млекопитающие, они действительно запоминают и стараются животных с вот такой раскраской не трогать. А бывает раскраска угрожающая. Это когда животному, в общем-то, защищаться нечем. У него нет яда, у него нет дурно пахнущей жидкости, у него нет никаких шипов. Но выглядит оно достаточно как-нибудь безобидно, но в момент опасности это животное предъявляет какую-то свою особенность, которую не всегда видно. Например, у нас здесь ушастая круглоголовка, которая раздувает вот эти вот свои щеки и становится такое впечатление, как будто у нее рот в три раза больше, чем есть на самом деле. И она при этом еще шипит. И хищник, который только что видел некрупное животное, на которое вполне можно броситься, вдруг оказывается нос к носу с животным, у которого рот больше, чем у него самого. Очень часто срабатывает эффект неожиданности. Хищник просто пугается и не остается выяснять, на самом ли деле это такой большой рот, а просто убегает. Либо есть вариант, когда нужно прикинуться чем-то крайне несъедобным. Здесь мы видим морского конька-тряпичника, а способ защиты, который он используется, называется мимикрия. Он маскируется в данном случае под водоросли. Бывает, например, когда палочник маскируется под веточку, которая совершенно несъедобно сушеная, либо некоторые насекомые, типа мухи-журчалки, маскируются под опасных насекомых, например, под таких, как оса. Осу птица побоится хватать, и если муха очень похожа на осу, то, скорее всего, некоторому количеству таких мух удастся спастись. Теперь мы переходим к примеру, когда окраска нужна не для того, чтобы поесть, а для того, чтобы продолжить рот. Здесь у нас идут в ход всевозможные украшения. Это могут быть перья, это могут быть какие-то особо раскидистые, особо закрученные рога, это может быть особо яркая раскраска. Вот здесь мы видим ее на примере райской птицы. Вот здесь у нас велорога антилопа индийская, здесь рогами привлекаем, особо закрученными. А вот это наши близкие родственники. Прямо сразу видно, кто здесь главный парень. Да, у них, во-первых, с какой стороны не посмотри, сразу видно красавец. Здесь у нас вот такой вот красно-синий нос, который издалека видно. С другой стороны у нас торцевая часть, которая тоже хорошо заметна. Обратите внимание, поскольку эти животные живут в лесу, у них вот эта вот окраска, которая предназначена привлекать, максимально отличается от цвета листвы. То есть, чтобы точно ты не остался незамечен с такими выдающимися достоинствами. Почему же мы говорим о современных животных, когда речь должна идти о динозаврах? Дело в том, что от современных животных у нас есть фотографии, которые мы можем в подробностях рассмотреть. А от доисторических животных до недавнего времени у нас были только скелеты. А когда у вас есть только окаменелые кости, крайне сложно что-то сказать о том, какая была окраска. Поэтому в течение долгого времени, больше ста лет существования палеонтологии, не было никаких достоверных данных об окраске животных. Вот это такой вот очень красочный атлас, который у меня был в детстве, когда мне было где-то 4 года, 5 лет. Это была чуть ли не единственная в то время детская книжка по палеонтологии. И это считался шедевром, потому что лучше не было ничего. Обратите внимание, как здесь нарисованы динозавры. Я сейчас даже здесь не буду говорить о том, что они здесь стоят в неправильных позах, но мы здесь хотя бы посмотрим на окраску. Как я и говорила, они все какого-то неопределенно крокодилового цвета. Ну вот, потому что не знали действительно, как их еще раскрасить. Игрушечные динозавры, которые вот шили плюшевые, они могли быть и розовые, и, не знаю, красно-коричневые, какие угодно. Что тоже, опять же, никоим образом не соотносится никак с тем, что природа для окраски живых организмов изобрела. Но однажды все изменилось. Тут у нас вот прекрасный скелет, целый, да? Но об окраске по такому скелету мы не можем сказать ничего. Так было ровно до тех пор, пока от динозавров не начали находить участки шкуры, и у некоторых динозавров не обнаружились перья. Если вы смотрели самый первый парк юрского периода, там главные герои, велоцерапторы, динозавры, вот эти вот, они бегают, как ящерицы, в чешуе. И когда снималась эта первая часть, действительно считалось, что эти ящери бегали в чешуе. К моменту, когда снималась третья часть, которая называлась уже «Мир юрского периода», уже было понятно, что вот конкретно велоцерапторы точно были покрыты перьями. Но в фильме их оставили бегать в чешуе, потому что если бы вдруг первые две части велоцерапторы бегали покрытые шкурой, а потом вдруг стали бегать похожие на индюшек, публика бы их просто не узнала. А там всё-таки есть преемственность героев и людей, и динозавров. И динозавры должны были выглядеть хоть как-то похожими сами на себя. Поэтому, несмотря на то, что уже знали о наличии оперения именно у этих динозавров, их оставили голыми бегать просто, чтобы люди понимали, что это всё ещё те же самые велоцерапторы. Если мы под электронным микроскопом рассмотрим клетку, мы увидим, что это у нас такой большой пузырёк, который наполнен какими-то маленькими пузырьками. На научном языке эти пузырьки называются органеллы. Но поскольку у нас лекция рассчитанная на достаточно молодую публику, пускай это у нас будут пузырьки. И разные пузырьки отвечают за разные. В одних пузырьках накапливается энергия, в других пузырьках хранится генетическая информация, а есть пузырьки, в которых хранится пигмент, краска. И вот эти пузырьки отвечают за тот цвет, который будет у животного. У нас, у людей, мы же тоже животные, тоже есть такие пузырьки. Вот даже если мы сейчас друг на друга посмотрим, мы видим, что у кого-то из нас волосы очень светлые, у кого-то волосы чуть темнее, а у кого-то волосы очень тёмные. Если мы присмотримся к глазам, у кого-то глаза будут карие, у кого-то глаза будут зелёные, у кого-то серые, у кого-то голубые. И даже оттенок кожи у нас разный. Всё зависит от того количества пигмента, который содержится в наших клетках. Иногда бывает, что пигмент не вырабатывается. И тогда у нас получаются животные альбиносы. Да, мы знаем белок альбиносов, мы знаем птичек альбиносов. Не нужно путать с белыми голубями. Белые голуби, это у них такая окраска. И у песца белый или у зайца зимой, белый это окраска. Мы говорим, когда пигмент отсутствует совсем. Бывают даже крокодилы альбиносы. Исходя отсюда, мы можем предположить, что рождались и динозавры-альбиносы тоже. То есть генетический сбой по окраске мог быть и у динозавров. Но точно так же, как с крокодилами, птицами и так далее, в живой природе такие экземпляры долго не выживают. Потому что либо они сами становятся чьей-то добычей, поскольку очень хорошо видны, либо они, даже если подрастут каким-то волшебным образом, сами не смогут никого поймать, если они хищники, потому что, ну, как ты кого-то поймаешь, если ты заметен, как краб в салате. Вот. Ну, тем не менее, такое явление, как альбинизм, есть. С другой стороны, есть явление, которое называется меланизм. Если мы в Маугле вспомним черную пантеру, багиру, да, на самом деле она пятнистая. Если вот этим пантерам очень близко, чего не надо делать, подкрасться и посмотреть на шкуру, у них заметны эти пятна. Ну, просто у них настолько много пигмента вырабатывается, что у них, кроме пятен, всё остальное тоже тёмное. То есть, обе крайности есть. Пигмент содержится не только в перьях, коже, волосах, шерсти, он содержится даже в чернилах, каракатиц и других животных морских, которые используют чернила, чтобы убежать от хищников. Так вот, тут мы подбираемся к каракатицам, которые, собственно говоря, и помогли раскрасить динозавров. Те чернила, которые выбрасывают каракатицы, это и есть сплошной стопроцентный пигмент. Это вот меланин в чистом виде, что называется практически, который они выбрасывают. И долгое время из чернил каракатиц делали чернила, которыми писали. Оно до сих пор используется, только очень дорогое. Это то, что мы называем сепия. И каракатица, латинское название каракатицы, сепия, именно по тому, что из нее делали чернила. Ученые выяснили, что вот эти чернильные мешки доисторических головоногих моллюсков прекрасно сохраняются в ископаемом виде. Перед вами чернильный мешок, окаменелый. Вот эта каракатица жила в юрском периоде, примерно в то же время, что и динозавры, только динозавры жили на суше, а она жила в море. Единственное, что здесь на картинке достаточно крупный. На самом деле он был 3-4 сантиметра, не такая большая штука, но тем не менее они сохраняются. И если вот этот окаменелый мешок сделать из него тонко напилить и засунуть под электронный микроскоп, мы увидим вот эти самые наши пузырьки, меланосомы. То есть они сохраняются даже в окаменелом виде. И тут мы приходим к раскраске динозавров. В 2006 году ученый по имени Джейкоб Винтер он вообще долгое время изучал ископаемых головоногих моллюсков, то есть тех самых доисторических каракатиц. Он посмотрел под микроскопом и увидел, что это окаменевшие частички меланина. И тогда он решил посмотреть что-нибудь другое, что осталось под динозавров при большом увеличении. И к своему удивлению он там увидел те же самые пузырьки. Я вам сейчас покажу перышки. С левой стороны это у нас отпечаток окаменелого пера, то есть это от доисторического животного пера, а с правой стороны у нас фотография перышка современного дятла, которые у нас здесь в лесу играют. В серединке у нас фотки, а по краям у нас фотографии, сделанные под электронным микроскопом при очень большом увеличении. Вот эти вот круглые колбаски, видите, понимаете, о чем я говорю, да, вот эти овальчики, ученые видели и раньше, но они думали, что это какие-то бактерии, которые ели перья вот этих вот ископаемых животных. Это заблуждение рассеялось, когда посмотрели вот такое двухцветное перышко. Обратите внимание, там, где у нас под увеличением черная полоска, мы вот эти колбаски видим, а где у нас увеличена белая полоска, никаких колбасок нет. Увидели? Вот. Тогда ученые как раз и догадались, что никакие-то не бактерии, не могут же бактерии, есть только те части перьев, которые темные, а белые никак не трогают. То есть это что-то связанное с окраской. И Винтер первый догадался, что ребята, да это же меланосома. И вот тут-то мы смогли кое-кого раскрасить. Вот этот пигмент, меланин, он отвечает за темные цвета. Коричневый, черный, вот начиная от бежевого и заканчивая черным. Когда присмотрелись повнимательнее, выяснилось, что не все вот эти пузырьки одинаковые. Давайте мы проведем мысленный эксперимент. представьте себе, что вишневый сок наливают только в квадратные бутылочки. А апельсиновый сок наливают только в круглые бутылочки. Представьте, что вы нашли пустую бутылочку. Если вы нашли круглую бутылочку, какой в ней был сок? А если вы нашли квадратную бутылочку? Вишневый. Точно так же оказалось с вот этими пузырьками. Обратите внимание, у нас с левой стороны вот эти колбаски, а с правой стороны у нас какие-то кружочки. Когда внимательно пригляделись к этим меланосомам, выяснилось, что те, которые черненькие, они отвечают за, вернее, которые длинненькие, они отвечают за черный цвет. Если их поменьше, тогда серый получается. А те, которые кругленькие, они отвечают за коричневый весь ряд. От светло-бежевого до темно-коричневого. И уже на этом этапе мы смогли раскрасить некоторых животных. Например, перед вами доисторическая птица, которая называется конфуцио-сорнис. От нее нашли перышки, которые располагались на головной части. И вот у нее как раз были вот эти кругленькие шарики, которые отвечают за бежевый, коричневый и красноватый оттенки. Теперь мы знаем, что у конфуцио-сорниса была красная шапочка на голове. Одного из динозавров удалось раскрасить практически целиком. Это был небольшой хищный динозавр, который назывался синозавр Аптерикс. Его нашли в Китае, прямо на поле нашли крестьяне. Выяснилось, что у этого динозавра было светлое брюшко, спинка была потемнее и что у него был полосатый хвост, как у кота, в рыжей белую полоску. Вот уже то, что мы можем знать, что у какого-то динозавра был рыжий полосатый хвост, по-моему, это уже делает динозавров еще прекраснее. Кроме этого, раскрасили Анхиорниса. Вот не смотрите, что он весь в перьях, это динозавр. У нас были динозавры оперенные достаточно сильно. У Анхиорниса нашли оперение не только от головы, но и от некоторых других частей. Поэтому мы знаем, что у него хохолок был яркий, как с узорчиками, так и просто белые. И тут мы видим, что доисторический мир, он не был такого серого, какого-то болотного, непонятного цвета. Животные были достаточно яркие. Удалось даже раскрасить одного панцирного динозавра. Понятно, что перьев у него не было, но здесь нашли фрагменты кожи. Там нашли практически это в Канаде обнаружили динозавра, который называется Бориалопельта. это родственник анкилозавра. Нашли практически мумию этого динозавра с содержимым желудка, с вот этим панцирем. И удалось в покровах верхних обнаружить сохранившиеся вот эти пузыречки. И по форме мы выяснили, что у него пузико было светлое, а спина у нее была красно-коричневая. То есть даже вот такой динозавр не был непонятно крокодилового цвета. То есть она была прям яркая. Я рассказала вам про то, как обнаружили серую, коричневую, бежевую, черную окраску. Но в современной природе мы видим, что у некоторых птиц встречается например окраска синяя, зеленоватая. Например, если мы посмотрим на павлина, пигмента отвечающего за синий цвет нет. Синий цвет такой, который переливается с зеленым возникает от того, что перышко многослойное и свет преломляется. То есть там окраску создают солнечные лучи, которые внутри пера преломляются. И выяснилось, что у перьев некоторых динозавриков были точно такие же они были многослойные, как например у современного павлина. Та фотография, которая слева, это не птица, это хищный динозавр, который называется микрораптор. И ученые считают, примерно как современная ворона. Если посмотреть, когда на нее солнце не падает, то она такая черная кажется. А если она повернется другим боком, то видно, что у нее хвост и перья отливают и синеватым, и фиолетовым. Вот скорее всего микрораптор был вот такой яркий. Кроме этих пигментов существуют еще у современных животных пигменты, которые отвечают прям за вот такую очень яркую окраску. бордовую, оранжевую, розовую и даже за зеленую. За вот такую окраску, например, фламинго видели? Если вы видели съемки или может быть видели в зоопарке, птенцы фламинго серенькие. Они такие совершенно невзрачные. И только когда они сами начинают кормиться и едят моллюсков, они набирают пигмента и становятся вот такими красивыми. В зоопарке специально добавляют в рацион фламинго такую еду, чтобы они не теряли свою яркую пигментацию. А вот этот зеленый оттенок это птица турака бананаед. За зеленую окраску отвечает пигмент, который называется турака вердин. Понятно, откуда название, да? Турака вердин. А за оранжевую бордовую окраску отвечает другой пигмент. Так вот, по теории Винтера с вот этой формы пузырьков вот эта бордовая и зеленая окраска так не срабатывает. Но этим исследованием они всего лишь в 2006 году начались. Наука сейчас размевается с семимильными шагами. Возможно, что пройдет всего еще пара лет и мы поймем, как у доисторических животных работали ли у них эти пигменты. А может быть не работали и они появились только уже ближе к современным животным. То есть нас впереди ждет еще немало замечательных открытий. Кроме того, мы видим такие разнообразные варианты окраски, когда животное имеет какие-то пятна, полоски или однотонную окраску. И теперь я хочу вас спросить, как вы думаете, вот эволюционно какие животные появились первые? Пятнистые, полосатые или однотонные? Однотонные. Однотонные. Какие еще есть версии, товарищи взрослые? Полосатые. Полосатые, да. Однотонные. Значит, что на этот счет думает наука? Это пока еще не доказано на 100%, но гипотеза отрабатывается вот какая, что сначала появилась полосатая окраска, причем вот как у бурундука в продольную полоску. Потом у некоторых животных эти пятна начали делиться и появилась пятнистая окраска. А потом эта окраска соединилась в другом направлении и у нас появились вертикальные полоски. а однотонные животные появились последние согласно этой гипотезе. Вот, собственно, все, что я хотела рассказать об окраске динозавров. Возможно, есть какие-то вопросы. еще раз. Зачем изучают динозавров и других доисторических животных? Смотрите, мы же изучаем не отдельно динозавров. Это вот 150 лет, когда палеонтология только начиналась как наука, было интересно посмотреть каких-то необычных тварей, похожих, вернее, наоборот, не похожих ни на что, что живет сейчас. А потом эта наука стала фундаментальной. И сейчас исследования в основном направлены на то, чтобы посмотреть, как развивалась биота целиком, какие были связи между животными, почему вымирания наступали, а в другом случае не наступали. Это позволяет нам реконструировать направление эволюции, и она продолжается до сих пор. Соответственно, мы можем делать какие-то прогнозы, мы можем объединить животный мир с какими-то геологическими процессами и процессами климатическими, и опять же просчитывать какие-то климатические модели. Например, в этой области сейчас ведут большие исследования коллеги из ботанического сада, института. Они смотрят, как за последние, например, 200 лет меняются деревья, составляющие наши здешние местные приморские леса. палеонтология позволяет заглянуть еще глубже в эти процессы. Соответственно, если мы знаем, как из прошлого до наших дней все развивалось, мы можем предсказать, как это будет в будущем. Есть и гораздо более мелкие аспекты. Например, сейчас мы знаем, что птицы являются ближайшими выжившими родственниками динозавров. Не крокодилы, не ящерицы, не черепахи, а именно птицы. И если мы сейчас расшифровали геномы многих животных, и мы видим, что предки птиц динозавры были зубастые, и первые птицы были зубастые, а когда птицы стали осваивать полет, они от зубов отказались, чтобы голова была легче. Но тем не менее, гены зубов у птиц все еще есть. И если мы будем понимать, как заставить эти гены работать снова, включить, представляете, какие бог с ними, с птицами, курица зубастая нам, может быть, и не нужна. Но, например, получить себе вместо двух генераций зубов, например, хотя бы четыре, и так не мучиться у стоматологов, по-моему, выглядит крайне привлекательной идеей. Вот. А есть еще более прикладные аспекты, которые мы используем уже десятки лет. Они связаны с разведкой полезных ископаемых. Есть такие доисторические животные, небольшие, водные. Они назывались канадонтофораты. От них сначала нашли зубы. Крохотные маленькие зубки. И потом почти сто лет не знали, от кого эти зубы. Вот зубы эти есть везде, от кого непонятно. Но ученые заметили, что в зависимости от того, в каких температурных условиях хранились эти зубы миллионы лет, можно узнать, стоит здесь искать нефть или нет. Скажем, если эти зубки светленькие, беленькие или желтенькие, значит, эти породы не нагревались. И здесь никаких углеводородов просто не могло быть. Если они там, скажем, какого-то оранжевого, коричневатого, такого красного цвета, вот здесь углеводороды, нефть, газ мы можем искать. А если они темно-коричневого и черного цвета, значит, там температуры были настолько высокие, что все эти углеводороды сгорели еще там. То есть там уже нет смысла искать. Так вот, еще зубы от кого не знали, а нефть таким образом уже искали. И до сих пор, кстати, продолжают искать. У геологов есть прямо вот такие вот таблицы канадонтовых элементов, где в соответствии с цветом можно посмотреть, при каких температурах они... То есть вот совершенно прикладная вещь геолога-разведка, палеонтология на службе... Да. у тебя был вопрос. А первых динозавров, про которых мы точно уже знаем, что это динозавры, да? Потому что древние люди, возможно, тоже видели эти кости, но они объясняли себе их наличие каким-то другим образом. Драконы там, еще какие-то мифические существа. Когда мы уже точно знали, что это динозавры и назвали их слово динозавром, назвали их словом динозавр. Это было в 19 веке. Первых динозавров нашли в Европе. Слово динозавр придумал в 1841 году англичанин Ричард Оуэн. Слово динозавр обозначает удивительные или ужасные ящеры, да. К тому времени было известно ровно три динозавра. Вот. Их находили в Европе в основном, когда началась промышленная революция, и люди стали много копать землю. В Англии стали прокладывать метро, строились каналы, дороги, строились туннели для железнодорожных путей и так далее. И когда большой объем земляных работ, мы вынуждены сталкиваемся с большими объемами изъятой земли. И вот тут-то динозавры и начались. В угольной шахте в Бельгии нашли 38 гуанодонов в одном и том же месте. Вот. То есть первых динозавров нашли в Европе. Это ответ на твой вопрос. Спасибо вам.